Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина и сегодня в выпуске. Потенциал высокий. Члены правительственной рабочей группы разработают план финансового оздоровления местных предприятий концерна «Тракторные заводы». Исходя из кадастровой стоимости, представители исполнительной власти субъектов ПФО обсудили новую систему налогообложения. Готовы к труду и обороне, сборная Чувашии завоевала бронзу на фестивале ГТО. До 1 декабря госкорпорация Ростех планирует приступить к управлению концерном тракторные заводы. Напомню, что на территории республики в него входят промтрактор, промлит, агрегатный завод и промтрактор-вагон. Сегодня в Чувашию прибыла представительная делегация внешэкономбанка и корпорация Ростех, чтобы познакомиться с текущим состоянием дела на производстве. Подробности в репортаже. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Специалистам в области отечественного машиностроения необходимо принимать непростые решения по поводу дальнейшей судьбы концерна. Поэтому они весьма детально ознакомились с ситуацией в цехах. В таком деле мелочей не бывает важно все состояние оборудования, профессионализм рабочих, общий потенциал. В 2017 году завод промтрактор уже выпустил 140 машин. В прошлом году было гораздо меньше. В течение года предприятию удалось погасить долги за тепло и заработную плату. И сейчас здесь работают в три смены, а зарплаты увеличились. До конца года промтрактор новой продукции должен произвести 178 единиц. Очень сильно возрастает экспортный потенциал. Всегда был этот экспортный потенциал, но наши партнеры из зарубежа, из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья внимательно, наверное, более внимательно, чем внутри Российской Федерации, отслеживают нашу жизнедеятельность. Поэтому заказы у нас пошли. И могу сказать, что из того объема, который я говорю в следующем году, порядка 80 машин – это экспортный потенциал. Погасить долги и возобновить производство удалось после решения наблюдательного совета ВЭБа, когда было выделено почти 6 миллиардов рублей. Межэкономбанк – один из крупнейших кредиторов концерна, поэтому он так заинтересован в процедуре финансового оздоровления. Это должно перезапустить все процессы, которые мы пытались перезапустить, не списывать за должность, пытаясь ее сохранить, и обслуживать, и реструктурировать. Думаю, что решение, в принципе, наверное, взвешенное. Но оно однозначно говорит о том, что фактически государство станет собственником. Не обязательно само государство, а через государственные корпорации, скажем так, которые существуют. И контроль операционный, акционерный, в конечном итоге над концерном тракторной завода должен перейти. И есть решение о том, что это будет компания «Ростех». Специалисты побывали не только в цехах промтрактора и промлита, но и агрегатного завода. Везде идет нормальный рабочий процесс, и это главное. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином дано поручение правительству, правительству дало поручение Внешэкономбанку, где руководитель наблюдательного совета, также является председатель правительства, Дмитрий Анатольевич Медведев. Дано поручение нам обеспечить бесперебойную работу предприятий-группы, создать условия для стабильного социально-экономического развития как предприятий, так и работы с регионами, на территории которых данное предприятие находится. В ближайшее время в концерне планируют увеличить производство и принять на работу новых сотрудников. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. На заседании рабочую группу подвели итоги мониторинга социально-экономической ситуации на предприятиях концерна. Знакомство с потенциалом предприятий помогло определиться с некоторыми моментами грядущего финансового оздоровления. Встречи с трудовыми коллективами помогли расставить приоритеты. Производство и люди готовы к работе. Общая задача, чтобы наши заводы с учетом наличия оборотных средств получили дополнительные заказы и начали безубыточную деятельность, сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Работа началась и в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Сейчас совместно с Внешэкономбанком проводится ряд корпоративных мероприятий, цель которых – передать в управление госкорпорацией Ростех компанию корпоративного управления концерн-тракторные заводы. В результате предприятия должны выйти на плановые показатели, считают члены рабочей группы. К этому моменту наблюдательный совет ВЭБа одобрил дополнительное финансирование в размере полутора миллиардов рублей. Сегодня же руководители концерна, представители Внешэкономбанка и Ростеха встретились с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Ситуация в концерне вполне рабочая. У предприятий, работающих на территории республики, хороший потенциал. Это отметили все участники встречи. Но финансово-экономическая деятельность оставляет желать лучшего. Накопленные долги висят тяжелой ношей, но не дают двигаться дальше. Это вынуждает принимать на уровне правительства России определенные меры. Совместно с госкорпорацией Внешэкономбанк мы сейчас готовим общую программу для всего концерна трактного завода финансового оздоровления всех предприятий, в том числе предприятий, которые находятся на территории республики. И уже сегодня понимаем, что они будут комфортно интегрированы в предприятия Ростеха и как следствие получат тот потенциал, которым обладает наше предприятие для активного позиционирования как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Я думаю, что все процедуры пройдут достаточно мягко и достаточно не тревожа людей. Мы сможем сохранить производство и перейти в стадии развития. И в составе Ростеха я думаю, что вот просвет точно гарантирован всем предприятиям нашего концерна, которые сейчас переходят в управление Ростеха. Я не думаю, что здесь будут какие-то проблемы. Завод имеет хорошую перспективу, будут соответствующие заказы, и те люди, которые сегодня работают, и с учетом дополнительных заказов будут приняты со стороны работодателя дополнительные рабочие силы. Это долги, которые были по зарплате перед работниками, а не погашены. Есть часть людей, которые работают не полной рабочей недели, но это временные рабочие вопросы. Поэтому сотрудничаем, эффективно ставим все те вопросы, которые ставят работники перед нами, перед органами власти, и эффективно взаимодействуем, будем реанимировать данные заводчики. Нами согласована дорожная карта с участием Министерства ведомств, с участием Ростеха. Значит, проработана и прорабатывает сейчас ситуация, как обеспечить операционное управление, переход акционерного контроля. Значит, в первую очередь, уделяется внимание тому, чтобы было своевременно выплачивалось зарплата, не образовывались долги по заработной плате. Как решать вопрос с теплоэнергетикой, потому что мы вошли в зимний период. На это предусмотрены финансовые ресурсы в объеме до полутора миллиардов рублей. Мы готовимся к выдаче этих ресурсов. Нам надо сейчас пройти непростой период. Надо честно и откровенно говорить, что это организационный, процессный и так далее. Но все меры принимаются. Надо думать о том, как мы пройдем середину следующего года и будем начнем поднять, есть планы поднятия объемов производства. С начала этого года в Республике налог на имущество физических лиц определяется по новому принципу, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Такое нововведение уже работает в 72 регионах. Сегодня представители Ассоциации органов исполнительной власти, субъектов Приворского федерального округа в области имущественных и земельных отношений обсудили, как реализуется новая система в регионах. Кадастровая стоимость наиболее приближена к рыночной. А это значит, что чем дороже квартира или дом, тем больше будет налог. Справедливое распределение налогов – цель этой практики. В Чувашии переход на новую систему поэтапный. Первые четыре года применят понижающий коэффициент. То есть нужно будет платить лишь часть суммы налога. Остальные регионы поделились своими практиками. То есть ставка налога 2%, 2% под налоговое обложение кадастровой стоимости попадают объекты недвижимости, указанные в налоговом кодексе и помещении. Нюанс в том, что свыше тысячи квадратных метров. Это было сделано в связи с тем, что необходимо все-таки каким-то образом поддерживать субъектов малого и среднего предпринимательства. Обмен опытом и поиск лучших решений – основная цель заседания – ассоциации. Вопросы, которые касаются управления государственным и муниципальным имуществом, это вопросы, относящиеся исключительно к компетенции субъектов Российской Федерации, органов местных управлений. Не всегда на уровне Российской Федерации существует правильное разъяснение тех или иных позиций. Поэтому, как правило, субъекты, они при решении вопросов, связанных с имущественными отношениями, опираются чисто на свой опыт. И очень важно, что существует такая ассоциация, очень важно, что существует возможность общения, очень важно, что есть такой инструмент, с помощью которого мы видим лучшие практики других субъектов Российской Федерации. Мы видим практику судебную в том числе, и практику взаимодействия с федеральным органом смертной власти при решении тех или иных вопросов, связанных с земельными или имущественными отношениями. Несомненно, мы берем лучшее с других регионов после таких встреч, и в каких-то других вопросах мы взаимодействуем. Поэтому, да, эти встречи очень полезны, и опыт полученный на этих встречах мы используем. В Татарстане у нас достаточно большое количество оспаривания кадастровой стоимости, потому что мы один из первых субъектов, которые провели кадастровую оценку, когда внесли изменения и разрешили оспаривание кадастровой стоимости. Необходимо носить изменения в законодательстве, потому что от законодательства несовершенно этот вопрос плохо проработан. Ассоциация действительно это очень хорошая идея, действительно очень интересно поделиться опытом, послушать опыт других субъектов. У нас на сегодняшний момент налогообложение от кадастровой стоимости объектов капитального строительства не принято, соответственно, приняли внимание практику других регионов. У нас ведется работа по подготовке, подготовительный этап по определению кадастровой стоимости объектов капитального строительства. И на следующий год, как и у других субъектов, будет проведена очень большая работа по определению кадастровой стоимости объектов капстроительства. Контрафактный алкоголь. Проблема, которая в последнее время заметно обострилась, не допускать появления на рынке некачественной продукции. Задача как представителей власти, так и предпринимателей. Сегодня этот вопрос глава республики обсудил в Доме правительства с представителями торговых сетей, работающих в регионе. В этом году возобновили свою работу спиртзавод «Ядринский» и ликероводочный завод в Чебоксарах. Качество производимой местной продукции соответствует всем необходимым стандартам. Сейчас важно выбрать правильные маркетинговые ходы, отметил главачу вашей на встрече с представителями торговых сетей. Наша задача заключается в том, чтобы продавая, продвигая нашу продукцию по качеству, насколько я слышу официальные данные, даже всех тех, кто проверяет, она качественная. Мы пополняем консолидированный бюджет Чувашской республики. Банки для бизнеса, выполномоченные по защите прав предпринимателей в Чувашской республике, Александр Рыбаков собрал на одной площадке представителей бизнеса, общества и кредитных учреждений, чтобы обсудить условия сотрудничества. Экономика России демонстрирует рост. Он мог бы быть еще более заметным, если бы предпринимательство проявляло большую активность. Не секрет, что развитие бизнеса издерживает в первую очередь нехватка оборонных средств. На встрече говорили о финансовых механизмах, проблемах доступности банковских услуг, блокировке счетов. Участники обменялись мнениями по взаимодействию банков и предпринимателей. Последние считают, что сейчас довольно сложно получить кредит из-за высоких процентов. Они также предлагают сократить сроки рассмотрения заявок. Банки же, в свою очередь, считают, что предпринимателям стоит внимательнее работать с документацией. При этом стороны прекрасно понимают, что сотрудничество возможно лишь при неукоснительном соблюдении взаимных обязательств. Удачливый банкир в среднем менее умен и дальнозорок, чем удачливый предприниматель. И все-таки банкир практически господствует в обществе над предпринимателем, потому что у него в руках кредит. И сказал это в свое время Генри Форд. Нельзя не согласиться с этим выражением. Это на сегодняшний день, мне кажется, в определенном смысле характеризует нашу ситуацию в экономике страны. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о поэтапном приравнивании минимального размера оплаты труда к уровню прожиточного минимума. Уже с 1 января 2018 года минимальная зарплата будет составлять 85% от величины прожиточного минимума – 9,5 тысяч рублей. Начиная с 2019 года уже будет полный размер величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года. Собственно, стран вступает в силу с 1 января 2018 года. Во втором чтении будем рассматривать в том числе проекты нормативно-правовой базы. Чувашские школьники вернулись с третьего всероссийского фестиваля ГТО. Он прошел в детском центре «Артек» в Крыму. Команда нашей республики обошла соперников из 85 регионов и стала третьей, завоевав бронзовой медалью кубок. Чувашию представляли 8 юношей и девушек из Цивильска, Алатыря, Кугеси и Батарева. Цветы, подарки и заслуженные аплодисменты. В этом зале собрались настоящие победители. Те, кто благодаря своей настойчивости и стремлению к успеху смогли завоевать бронзу. Одной командой великолепная восьмерка стала совсем недавно, в мае. Победив в региональном этапе фестиваля ГТО. Но, несмотря на такой короткий срок для подготовки, они вернулись с превосходными результатами. Так, Даша Мишанина, чемпионка мира по палеотлону, в личных состязаниях завоевала серебряную медаль в беге на полтора километра. Я очень интересно тренировалась. У нас были тренировки каждый день. Сложнее, наверное, всего дается этот бег 1500 метров. Потому что ты волнуешься, думаешь, не пробежишь. Но получается так, что ты вырываешься вперед и побеждаешь. Мне в Атеке очень сильно понравилось. Уезжать не хотелось. Мне хотелось расставаться с друзьями, с которыми мы очень сильно сдружились. В течение трех недель команды из всех регионов России, а это почти 700 участников, соревновались в беге, метании мяча, плавании, прыжках в длину, стрельбе и силовой гимнастике. Были и волнения, и азарт, признаются участники. Кому-то это придавало сил, а кто-то напротив растерялся. Очень сильное волнение было, конечно. Но мы знали, что это надо сделать. Мы делали на максимум. Мы пытались. Были судьи строгие, но справедливо. Конечно же, это историческое событие. Среди всех субъектов Российской Федерации занять третье место, быть лучшими во многих дисциплинах, это, конечно же, большое достижение. Наличие бассейнов, физкультурных комплексов, спортивных площадок, которые построены в республике, это результат вот этих всех проектов. Обладателем же переходящего кубка ГТО стала сборная Удмуртии. На втором месте представители Новосибирской области. Программы на следующий год максимум занять первое место. А это значит, тренироваться наши ребята будут более интенсивно. Ведь недаром говорят, терпение и труд, все перетрут. Рифат Ваткулин, Арына Гавилян, Республика. Фокусе детства. Журналисты НТРК Чуваши в числе победителей 8-го всероссийского конкурса. На днях подвели итоги федерального этапа 8-го всероссийского конкурса журналистских работ. Его организатор – фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На конкурс принимались материалы, посвященные проблемам детского и семейного неблагополучия. Победители определили в трех основных и четырех дополнительных номинациях. Лучшим радиосюжетом в номинации «Особенное детство. Быть рядом» эксперты признали передачу Анастасии Акшаровой «Социальный вопрос национального радио Чуваши». Победу в аналогичной номинации, но уже среди юных корреспондентов, одержала творческая команда детского медиа-центра «Куча Мала», которым руководит журналист национального телевидения Чуваши Мария Шоклева. Видеоматериал «Синдром Дауна. Не приговор» признали лучшим телевизионным сюжетом. По итогам регионального отбора в фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступило почти 400 печатных радио- и телевизионных работ из 61 региона страны. И еще одна награда нашла героя. В Тюмени завершился 24-й международный фестиваль радиопрограмм «Птенец». Работа продюсера Таван Радио Анжелики Григорьевой «Великий и Могучий» заняла третье место. Это все новости выпуска. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.